МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Премьер-министр отправил в отставку бессменного руководителя ФАС с 2004 года Игоря Артемьева. Его место занял экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский, а господин Артемьев назначен помощником премьер-министра с пока еще неизвестным функционалом. Михаил Мишустин заявил, что он ждет сосредоточения службы на тонкой настройке тарифного регулирования. Эта важнейшая задача должна решаться совместно с курирующими вице-премьерами и губернаторами, констатировал премьер. Перед федеральной антимонопольной службой как тарифным регулятором таким образом теперь стоит необходимость поиска баланса в тарифной политике, чтобы не задушить восстановление экономического роста, но обеспечить и достаточный уровень тарифной прибыли госпонополий для обеспечения возможности их участия в реализации президентских национальных целей и национальных проектов. Упоминание губернаторов в этом контексте очевидно связано не только с регулированием тарифов ЖКХ, но и с увеличением роли глав регионов в приземлении нацпроектов в субъектах России. Поручение президента по итогам последнего госсовета прямо фиксирует возложение на региональные власти ответственности за их исполнение в обмен на рост политического веса и смягчение бюджетных и регуляторных требований. Включение федерального тарифного регулятора в эту схему выглядит вполне логичным. А достижение господина Шаскольского на последнем месте работы, согласование с монополиями роста тарифов существенно ниже тарифного потолка, а по ряду позиций даже снижение, видимо дают правительству основания рассчитывать на эффективную балансировку интересов участников регулируемых отраслей и потребителей на федеральном уровне. Эксперты говорят, что причина смены руководства ФАС «Обновление команды и тонкая настройка тарифной политики для достижения национальных целей». Помимо опыта работы в администрации Санкт-Петербурга, помочь господину Шаскольскому с решением этой задачи должно его знание рынка со стороны энергетического бизнеса. Он выходец из петербургской сбытовой компании «Дочки Интеррау». Смена руководства ФАС не стала неожиданной. За 16 лет работы во главе службы Артемьеву мало удалось изменить состояние конкуренции в России. Но он часто вступал в борьбу за полномочия с другими ведомствами Белого дома, в том числе с Минэкономики, которому служба проиграла, ну, например, регулирование госзакупок. При этом служба нечасто демонстрировала применение полученных полномочий. Поглощение ФАС Федеральной службы по тарифам в 2015 году сопровождалось обещаниями Артемьева разработать единую и прозрачную тарифную политику. Но на деле законопроект службы о госрегулировании тарифов, анонсированный еще в 2017 году, вызвал активное противодействие, в частности, того же Минэкономики и остается на рассмотрение правительства до сих пор, хотя служба согласилась передать наиболее содержательные полномочия правительству, оставив за собой только процедурный контроль. Ежегодные доклады бессменного главы ФАС о состоянии конкуренции в РФ парадоксальным образом регулярно фиксировали ухудшение конкурентной среды, а предлагаемые инициативы по ее развитию воспринимались ведомствами и рынками как претензии на новые полномочия и приверженность процедурным конвейерным методам. Эксперты указывали, что служба концентрируется на выявлении незначительных нарушений, не несущих угроз рынку, тогда как на крупные дела не хватает ресурсов. В половине случаев бизнес успешно оспаривает такие претензии ФАС. Как считают эксперты, именно претензии службы на силовые полномочия и инициативы по уголовному преследованию бизнеса за картельный сговор определили решение об отставке Игоря Артемьева. Кроме силовиков, конкурентом которых пыталась стать ФАС, резко против Артемьева выступил и крупный бизнес. Ну, если расходы на арбитражные суды можно было списывать на затраты, то перспектива влиться в уголовный мир по подозрениям ФАС компания совсем не устраивала. Тем более, что система доказательств картельного сговора в нашем законодательстве прописана очень слабо. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.